Потому что Грузия же страна песни, в основном, на газенные деньги строился и, наверное, поэтому очень во времени растянулось это. Немцы вообще в Грузии переселились в 1817 году. Чордж Баланчини, он Баланчевадзе фактически, родился как Баланчевадзе. Балетным миром правят два грузина. Здравствуйте, Михаил, в очередной раз. Вы нас привели к очень красивому дому, зданию. Расскажите, что это такое? Это твилисская опера. С оперы, в принципе, начинается театральная жизнь в Грузии. Но первая опера, которую в Твилиси построили в 1851 году, стояла на площади Свободы. В другом месте была? Да, на площади Свободы, в самом центре. Это было при наместник царя в Грузии, Михаил Воронцов. И это была его идея, что в Грузии, потому что после того, как Россия вошла в Грузию, в 1801 году, после упразднения, так сказать, царства грузинского и присоединения к России, было очень много восстаний. И его перевели с Малороссии. Он был губернатором малороссийским. И, в принципе, Одессу как город построил он. Он, когда приехал сюда, привез с собой такого архитектора Джованни Скудери, итальянца, который там у него работал, потом здесь его с собой взял. И, в принципе, ему поручил построить, ему и Тамамши, вот такой купец был, которому дали права на площади Свободы, Ереванской площади. Уже тогда его звали, эту площадь. И ему дали право, чтобы построить, так сказать, Карвасла. Ну, по сегодняшним понятиям, это современный торговый центр. Да, торговый центр. Ну, на первом этаже расположились бы эти лавки, магазинчики, все такое, коммерческая активность была бы. А второй и третий этаж должен был он, этот Тамамши, этот купец, отдать для оперы. Да, и это здание, и он просуществовал где-то 24 года, была итальянская опера, трупа была постоянно итальянская. Получительно? Томилисты очень к этому отнеслись, знаете, как с восторгом, потому что Грузия же страна песни в основном, да. Если есть, может быть, Италия более песенная, так сказать, страна и оперная страна. Грузия тоже, это сразу подхватили наши, сразу всем понравилось. И очень красиво, оказывается, получился очень красивым само здание, и экстерьер, и интерьер. И такой художник Гагарин был русский, он украсил внутреннюю сторону, да, части. Очень красиво, говорят, ну, это по воспоминаниям все осталось. Здесь там очень часто, почти каждая представляет здесь, месяц почти, жил Дюма, папа, Александр Дюма. У него есть Кавказ, такое произведение, после этого путешествия он написал, и целая глава посвящается этой опере. Потому что он восторгался в Париже, он все увидел фактически, да, он парижанином был, и тут милинская опера ему очень понравилась. Просто на удивление, что, да, да, хорошее, да, все по-такому, но из Парижа человек приходит каждый день, да, каждый вечер, каждое представление он посещает, это о чем-то говорит. Но потом произошел пожар, да, какой-то один из купцов, даже известна его фамилия, который в Сибирь составил, он постоянно говорил, что торговлю это мешает опера. Да, да, и в один прекрасный день он устроил этот поджог, наверное, его осудили за это. И где-то, это был 1874 год, и прекратилась на время, эта оперная жизнь, так сказать, в Тбилиси, а люди очень-очень этому привязались, очень привыкли ко всему этому. И даже, как это, открытая опера, ну, под открытым небом существовало, там, представление устраивали, но все же хотели горожане свою оперу. И уже через 6 лет после этого утверждили план, это новое здание, да, да. Архитектором этого здания является петербургский был архитектор Виктор Шреттер такой, который в Тбилиси раньше тоже строил, но через какую-то паузу он выиграл этот конкурс. То есть это уже казенный, казенный театр назывался, да, потому что за казенные деньги, на казенные деньги строился, и, наверное, поэтому очень во времени растянулось это. А, долго строили, да? Да, в 1880-м начали, и в 96-м закончили. 16 лет. Да, 16 лет, потому что постоянно деньги кончались, так как сейчас тогда так тоже было. Понятно. Все, вот та опера за 4 года была построена, потому что на частные деньги. Да, и все там, сам владелец контролировал, и все, раз... А здесь, наверное, по чуть-чуть все... Да, и Виктор Шреттер был уже в годах в то время, да, в 16-м же протяжении... 16 лет, да, ага. И в Тбилиси он нашел, так сказать, помощников, как бы, проект был его, но были такие два, Альфред Зальцман и Отто Сименсен, архитектора немецкого происхождения. Ну, Отто Сименсен, говорят еще, что шведские корни у него. Ну, я... Ну, есть и такое мнение, и такое мнение, да. Немцы вообще в Грузии переселились в 1817 году. Они, это была... швабы были, народность такая, и по религиозным соображениям они готовились по каким-то этим... К наводнению, что ли, и они хотели поближе к Караратской горе, где по этим... Ковчег остановился, да. Но Ереванское хаство тогда не входило в Российскую империю. Они сначала Екатерину Вторую попросили, она дала добро, потом растянулась. И в 17-м году немцы очень много... Вот на левом берегу их много последнее, 3-4 деревни. Немецкие. И они внесли картофель, например, в Грузию, сюда, сметану. Они стали делать впервые эти... для вина. А, деревянные, да, бочки? Да, да, деревянные, да. Да, много чего. Да, и в архитектуре тоже какой-то успех имели. Вот эти два немца были этого Виктора Шеттера помощником, в принципе. Он уже не мог так часто... Он в годах был, в 67 лет, в те времена был в Борьбе. Уже престарелый, да? Да, да, да. И он не мог уже в последние годы в стройке приезжать. И эти два немца местных курировали его. Стиль называется мавританский. Псевдо-исламский или исламский. Вот такие характерные для исламского окна. Да, окна. Вот такие арки завершающие. Если кто-нибудь сбивал, например, на юге Испании, в Гранаде, там, в этом, очень много таких. Походы? Сразу, да, 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 из Твилиси, кто там попал. У всех это на глазах, что оперу вспоминают. Потому что, ну, наверное, это... Вот еще одно здание есть городского собрания на самом Руставеле. Он тоже, в принципе, мавританский стиль. И если посмотрите, увидите какую-то, да, да, какая-то идентичность к этому зданию. Чем-то знаменитое это здание? Может быть, что-то происходило? Ну, пожарами, пожарами. Я же говорил, что в 74-м году. И тут тоже пожары были? Через почти 100 лет, в 73-м году, в 1973-м году, здесь был большой пожар. Интерьер почти, вес была очень-очень-очень такая недорогая, очень хорошая, очень уникальная люстра. Ага. Ага, и он погиб. Погибла, да? Да, 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 да. Эта люстра погибла, конечно. И, ну, после очень быстро восстановили, в принципе, это небольшое влияние на оперную жизнь повлияло. А также известен в этом театре располагается труппа балетная, да, грудинская. Вообще грудинская балетная шкура славится. В каком смысле, что, например, создатель американской хореографии, да, Джордж Баланчини, он, он Баланчевадзе фактически, родился как Баланчевадзе. Ага. Он потом танцевал у этого Дягилева, по-моему, в парижском сезоне, там остался. Ага. И ему посоветовал сам Дягилев поменять фамилию на Баланчини. Потому что там на Западе популярно, ну, маркетинговый ход был такой, наверное. Ясно, ясно, отлично. Да, 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 отец был в Баланчевадзе, вся семья. Да, но он приезжал в 60-е годы, уже в старости приезжал здесь. И тогда шутили, что Вахтанг Чабукьяни был в Мариинском театре танцевал, здесь танцевал. Ну, большое имя в этом балетном, так сказать. И кто-то шутил, что балетным миром правят два грудина. Один за океаном Баланчини, Джордж, а Вахтанг Чабукьяни этой полушарии, так сказать. Да, поделили. Да, мышкой балет во всяком случае. Здорово. Это здание тоже очень люди подлюбили. Оно уникально в нескольких аспектах. Во-первых, вот на Руставели, на проспекте Руставели, все здания имеют два фасада, в принципе. Потому что они вот так построены. Да, рядом, близко очень. А вот она имеет четыре фасада. И с этой стороны, и с той стороны, и с той стороны, отовсюду. Со всех сторон к нему можно подойти? Да, со всех сторон можно ее посмотреть, так сказать. Здорово. Да. А может быть, какие-то интересные истории тут происходили, нет? Пожар был просто так сложилось, что в Грузии театры пожары фактически дело неотъемлемое. Нет, если театр, в Грузии пожар должен быть. Какой-то это тоже есть пожароопасность у них, эти занавеси. Да, 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 свечи. Да, да, свечки, то и все. Вот такая история. Здорово. Очень красивое здание. Да, 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 очень красивое здание. И, по-моему, вот это лично мое наблюдение, ни у кого я не проверял, что если петербургский архитектор строил в Грузии что-то, то постоянно он за основу брал восточный стиль. Ну, наверное, оттуда так видно, что Грузия почти вот у персидского царства, там между Османской империей и Персидской империей, и сразу у них, потому что вот, да, тоже русский архитектор, то здание, то же мавританский стиль, то же самое, да. Субтитры сделал DimaTorzok